Текстовое ранжирование Попробуем уже перейти непосредственно к различным хитрым моделям Которые позволяют, скажем так, матчить запросы документ На более глубоком семантическом уровне То есть не просто на уровне каких-то отдельных слов А уже на уровне какого-то смысла Какую цель вообще мы перед собой ставим? Какой задачей мы занимаемся? Мы на самом деле хотим делать наш поиск лучше Скажем так, показывая пользователю релевантные документы Соответственно, по каким-то запросам мы эти релевантные документы знаем Например, по частотным запросам Мы их знаем У нас там есть достаточно много пользовательской информации Соответственно, мы знаем, куда пользователи кликают Мы можем из этих кликов считать всякие поведенческие факторы И, соответственно, добавлять их себе в машинное обучение И, собственно, машинное обучение нам будет Собственно, по частотным запросам Хорошие документы вполне себе четко отделять От плохих как раз по наличию этих самых поведенческих факторов Но, как мы с вами знаем Как бы не все запросы в поиск Они в общем случае состоят из частотных запросов Как, кстати, распределены запросы в поиске? Кто знает? Какое распределение есть? Сколько? Что-то вы махнули 60 слишком дофига Не 60, поменьше 40 Давайте не будем из крайности в крайность метаться На самом деле их 40% То есть вдумайтесь в цифру На самом деле это достаточно прикольно То, что по факту у нас каждый день Пользователи задают достаточно много уникальных запросов Причем эти запросы фактически Они вот заданы один раз и больше никогда не повторяются В общем, это достаточно такой интересный кейс Вот И по большому счету Как бы зачастую основная задача разработчиков поисковой системы в том Чтобы научиться работать вот с этим самым длинным хвостом То есть научиться работать с редкими запросами Потому что на самом деле для этих редких запросов В общем случае не знаете Никакие документы вам нужно положить в базу То есть никакие документы вам нужно И в каком порядке показывать пользователю У вас нет никакой статистики У вас есть вот фактически что? У вас есть запрос И у вас есть контент документа И вот вы должны этот запрос и контент документа сопоставить вместе То есть фактически опираясь только на содержимое документа и, соответственно, на слова запроса, которые ввел пользователь. Никакой дополнительной априорной информации у вас нет. И каким образом это делать, и в чем челлендж, и какие основные методы есть для того, чтобы с этим бороться, ну вот сейчас мы попытаемся в рамках этой лекции об этом поговорить. Так, соответственно, когда мы с вами говорили про обычное текстовое ранжирование, мы с вами сказали, что, в общем-то, собственно, модели, которые мы рассматривали, такая вот как модель TF-IDF, это фактически модель, скажем так, косинусной близости между вектором представления запроса и вектором представления документа. Причем, ну как бы, вектор TF — это набор для представления документа, а вектор IDF — это типа набор представления запроса. И вот мы брали типа между ними скалярное произведение, очевидно получая, что мы шли по пересечению всех слов, которые есть в запросе и в документе, и считали как бы сумму произведений, количество вхождения слова в документ на его условную важность, которую мы типа брали из IDF. Также мы рассмотрели с вами классические модели, которые основаны на модели без арной независимости, такие как BM25 и BM25F. В общем, они там в общем случае являются каким-то обобщением моделей TF-IDF. То есть и на большинстве, скажем так, каких-то популярных бетчмарков они показывают себя, ну как бы, лучше. То есть вот те, как бы, эмпирики и вристики, которые добавлены в эти модели, они, собственно, работают лучше, чем обычный TF-IDF, а по большому счету являются ничем иным, как, ну скажем так, той же самой векторной моделью. То есть опять же у нас, соответственно, запрос представляется вектором IDF, а вектор документа теперь представляется какой-то более такой сложной величиной. Это не просто TF, это, условно говоря, какая-то комбинация TF-IDF или там взвешенная комбинация TF-IDF. То есть мы как бы более, более тонко начинаем подходить к взвешиванию того, что мы находим типа в документе из запроса. Но тем не менее, как бы, важность слов запроса в терминах IDF у нас как бы оставалась, так или иначе. Круто. Какие недостатки вот мы выявили у этих самых моделей? В чем, как бы, ну то, что плюсы, это понятно, да, все очень просто, понятно, как бы сделать легко, вы в этом увидели в своем домашнем задании, у кого-то получилось, у кого-то не получилось, такое бывает. Но тем не менее, как бы, нужно понимать, что эти модели, они обладают при этом ограничения и недостатков. Ну, то есть какие-то ограничения и недостатки. Мешок слов не учитывает порядок. Мешок слов не учитывает порядок. Правильно. Что еще? Что, кто? Большой словарь. Большой словарь. Ну, смотрите, как бы, вот, тут, я бы не сказал, что это недостаток на самом деле. Есть очень много задач, реальных, практических, в которых приходится работать с большими размерностями. То есть это сложность, да, но это не недостаток. Ну, давайте, ребят. Да, 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 ну, то есть правильно вы все говорите. Некоторые слова, то есть различные слова формы, вообще двух слов. Да, но то, что касается слова форма, оно фиксится как бы тривиальными способами, которые вот мы проходили. То есть растемин, климатизация и все вокруг этого. Надо понять, во что лиматизировать. Надо понять, во что лиматизировать, да. Но это, условно говоря, какие-то базовые механизмы компьютерной лингвистики, которые, условно говоря, человечеству известны давно. То, что как бы люди уже давно научились делать, и это вроде как, ну, то есть там уже зачет, короче. Как мачить запросы и документ на семантическом уровне, на смысловом уровне. То есть как понимать, что вот то, что спросил пользователь, точнее, что написано в документе, это как раз то, про что спросил пользователь. Потому что очень многие вещи, особенно в языке запросов и в том, как это написано в реальных документах, оно, как правило, отличается. То есть пользователи, понятное дело, там, не знаю, пытаются просто каким-то мешком слов зачастую представить свой запрос, указывая какие-то ключевые слова просто и все. Очевидно, что тексты, реальные тексты документов, которые есть в интернете, они, очевидно, написаны не так. Они написаны на каком-то естественном языке. И, соответственно, язык, который у нас служит для представления запросов, точнее, язык запросов пользователей, он не совпадает, на самом деле, с языком документов, которые есть в интернете. И, собственно, за счет этого, когда человек там приходит и вводит, например, многословный запрос в нашу поисковую систему, мы должны как бы вычленить из этого запроса суть и объяснить нашей программе, нашему поисковому движку, что смотри, вот это типа надо мачить, вот это мачить не надо, а вот это надо мачить вот так вот. И в этом, собственно, состоит задача, и в этом как бы состоит сложность работы вот именно с редкими длинными запросами. Там, где мы не можем опираться на какие-то поведенческие факторы, там, где нам приходится как-то изгаляться и, соответственно, строить какие-то нетривиальные системы для того, чтобы вот как раз мачить сложные запросы с документами, с содержимым документом. Так, да, ну здесь, соответственно, вот как раз перечислены те недостатки, по которым мы сейчас с вами поговорили. Еще отдельно очень важно заметить про важность слов. Вот смотрите, когда вот мы говорим про важность слов в терминах IDF, ведь, блин, ну никто же нам не сказал, что вообще говоря, вот важность слов запроса правильно определять по IDF. Откуда мы зачастую берем IDF? Что это такое? Ну, грубо говоря, что в этом документе слово есть, у остальных оно встречается редко. Во-во-во-во, вот смотрите, на самом деле, в чем фишка. Мы на самом деле важность слова запроса определяем по какой-то коллекции документов. Мне кажется, это уже какой-то, ну, скажем так, ересь. Ну, если мы соберем волшебную коллекцию документов, которая будет очень репрезентативна, то все нормально. Ну, да. Сами доверите. Коллекции документов, которые очень репрезентативны, да, отлично. Что делать со словами, которых на самом деле, про которые мы ничего не знаем? Ну, то есть, которых тупо не было в нашей коллекции. То есть, ну, человек там вел, не знаю, там, какую-нибудь, там, идентификатор какого-нибудь товара, например, код какого-нибудь товара, который там представляет из себя последовательность букв и символов, там, ну, непрерывная последовательность букв и символов, там, 16 штуках стоит. То есть, как, вполне может быть, что у нас как бы нет документов, в котором содержится такая последовательность. Хотя это будет являться формально термом запроса. И вопрос, на самом деле, а как мы взвесим такую вот, такую составляющую? То есть, это самое важное слово запроса или это самое неважное слово запроса? Какой идея прописать этому слову? Ну, это сложный вопрос. Если, например, человек ищет какой-то товар, безусловно, можно в случае отсутствия товара с таким кодом показывать, например, такие же штаны или... Такие же штаны? Он искал телефон, а вы ему такие же штаны. Ну, окей. Серхурмалиновые. Ну, бывает такое. Ну, все, в общем, на самом деле вопрос это открытый. То есть, никто по большому счету вот так просто не может на этот вопрос ответить. И на самом деле, как бы, опыт показывает, что зачастую важность слов, оно на самом деле зависит от контекста. То есть, это не является какой-то, условно говоря, каким-то нашим априорным знанием. То есть, в одном случае, когда, например, допустим, тот же самый код товара, про который мы сейчас говорим, какая-то там последовательность символов, букв, цифр, она встречается, например, вместе с названием какого-то фирмы, например, Samsung, там, чего-нибудь, какой-нибудь код, название какой-нибудь марки. Это как бы одна песня, да, там, этот код, он типа важен. А что будет происходить, например, если, там, этот код встречается, не знаю, в каком-нибудь запросе, в котором, соответственно, в общем случае, там, ну, условно говоря, он не является каким-то объектом или интентом, собственно, про то, что, собственно, собирается пользователь у нас найти. Ну, то есть, фишка в том, что на самом деле, в зависимости от контекста, важность слов, она может меняться. То есть, вот, логика ровно такая. И когда мы работаем исключительно с IDF, то есть, когда у нас есть просто соответствие, что вот это слово, оно важное ровно потому, что оно там, типа, у нас редко встретилось в нашей коллекции. А что у нас там за коллекция, ну, фиг его знает, может, у нас там корейский спам. И у нас любое слово, которое там не на корейском, оно, допустим, встречается редко. Ну, и все. Вот. Поэтому, как бы, вообще хочется каким-то образом глобально научиться еще учитывать важность слов динамически. Так. Отлично. Думать. Да. То есть, если мы говорим про вот эти вот простые модели, которые основаны на тривиальном матчинге слов, то есть, по наличию слова в документе, нам всегда приходится, на самом деле, заморачиваться и думать над лингвистикой. То есть, морфология, мы вот про нее уже сегодня упомянули. Да, мы сказали, что, соответственно, морфология является важной частью этой всей системы, особенно для каких-то фликтивных языков типа русского языка. То есть, для языков, которые, ну, обладают большим, богатым словом словоизменений. Вот. И там, соответственно, прикручивание морфологии, оно по факту вам позволяет вот ту самую размерность нашей задачи сильно редуцировать. Ну, то есть, это где-то там редукция на порядок происходит при применении морфологии. То есть, для английского языка, понятное дело, такого не происходит. Ну, то есть, там, если мы все-таки говорим про русский язык, то над лингвистикой нужно, безусловно, думать. Но помимо морфологии, то есть, есть еще такие очень важные вещи, как синонимы. Причем синонимы нужно понимать не вот в прямом смысле, да, вот синоним. Типа, есть вот у нас одно слово, есть вот, например, там, одно или несколько синонимичных ему. Нужно понимать на самом деле, что синонимы в более широком смысле. То есть, на самом деле, вы же можете заменять не только отдельные слова, вы можете заменять и фразы. Я понял, я очень интересно рассказываю сегодня. Все зевают, все понятно. Ладно, сейчас мы перейдем ко всякому, ко всякой жести, будет веселее. Ладно. То есть, как бы, если на самом деле мы говорим в общем случае не только об одном конкретном слове, но и о фразах, и о попытке заменить целые там фразы, то, соответственно, задача наша в общем случае усложняется как с точки зрения лингвистики, так и с точки зрения продакшена. Потому что нужно понимать, что когда вот мы вставляем дополнительные синонимы в себе в поиск, мы, соответственно, нагрузку на самом деле на свою поисковую систему увеличиваем. Вот. Ну и помимо синонимов, там у нас есть транслиты, там много чего, всего еще всякого разного. То есть, всяких попыток, которые так или иначе пытаются как раз вот сгладить вот это несоответствие между языком запроса и документом, каким-то образом построить матчинг. Окей. Теперь, соответственно, о чем мы с вами говорили дальше. Мы с вами говорили о том, что для того, чтобы попытаться каким-то образом смачить неявно как бы содержимое запроса и документа на каком-то семантическом уровне, нам нужно прибегать в общем случае к каким-то латентным моделям. И самое простое и базовое, то, что мы рассматривали, это вот там LSA. Кто напомнит, что такое LSA? Сергей напомнит нам, что такое LSA. Что это за глупость тут нарисована, Сергей? Матрица нет, вроде. Возможно, да. Как она нам помогает искать редкий запрос? Помогает ли она нам вообще искать редкий запрос? Помогает. Что тут написано? Ну, матрица и термин. Матрица, думаю. Термин документ раскладывается на 3 матрицы, документ термин помогает искать редкий запрос. Что тут происходит дальше? Вот это вот, что за три строчки написано внизу тонким шрифтом? Ну, похоже, смещится умножением. То есть, что мы делаем вот в этих вот местах? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Д с крышкой, ку с крышкой. Зачем нам крышка? Ну, да, вы зачем-то пошли подсказывать Сергею. Ну, окей, ладно. В общем, смысл в том, что да, мы из большого нашего разряженного пространства, про которое мы с вами уже сегодня говорили, при помощи, соответственно, матриц, которые мы берем из SVD-разложения, получаем компактное представление нашего запроса и документа. А дальше берем и делаем страшное, считаем между ними косинусное расстояние и говорим, что, типа, они хорошо друг другу подходят, если, соответственно, косинусное расстояние, типа, близкое к единице. Плохо подходит, если косинусное расстояние близкое к нулю. Все так. А дальше, после этого мы говорили, что, ну, да, то есть мы поговорили с вами про недостатки LSA. Какие, кстати, это недостатки? Почему нельзя вот? Ну, да. То есть в общем случае там целый геморрой есть с тем, как это в реальной жизни, например, такую штуку сделать. Вот. И, соответственно, дальше мы с вами говорили про World2Vec. Тут есть вот такой вот вопрос на слайде. Как обучается World2Vec? Тимур помнит, как обучается World2Vec. Тимур все помнит. Загружается куча-куча текстов. Это куда? В память? А дальше греб по ней? Не, ну, нейронная сеть. Что мы пытаемся делать? Мы пытаемся, в зависимости от алгоритма, либо у нас, вот это continuous-back-of-force, или сэндром. То есть в continuous-back-of-force мы… Ну, видимо, по контексту слова. В ASCIP-грамме по слову контекст. Да, мы пытаемся, в зависимости от алгоритма, но, как раз, в общем, нейронные сети просто происходят, которые на себе действуют. И она сбрасывает и, ну, будет рассмотреть на реальность, на диспетерение. Все так. Да, то есть то, что касается World2Vec, мы также с вами еще обсудили такую штуку, что на самом деле World2Vec — это, ну, то есть это нейронная сеть, но как бы она такая убогая, типа нейронная сеть. То есть на самом деле вот то, что касается скип-грамма, есть доказательства того, что это есть не что иное, как факторизация матрицы взаимной информации. Между матрицей взаимной информации, то есть в ячейках матрицы находится взаимная информация между словом и контекстом этого слова. То есть если взять, например, посчитать вот такую статистику, типа, условно говоря, сколько раз у нас слово встречается в определенном контексте, то есть вот такую статистику взять, насобирать по большому корпусу, а потом сделать, типа, матричную факторизацию, ну, типа а-ля, как мы занимались с вами на этих, на коллаборативной фильтрации, то как раз мы получим не что иное, как вот тот самый World2Vec, о котором мы тут говорим. Окей. Теперь вопрос на миллион. Вот вроде как World2Vec уже, типа, все умеют, и вроде как он уже не страдает той проблемой, которой страдал ЛСА. То есть мы его уже можем делать. Вы все на ноутбуке должны были в этом, в конкурсе его делать. А для поиска мы его как можем применить? Будет он работать? Будет он решать нашу проблему? Редкие запросы. Будем находить с помощью World2Vec? Ну, он точно будет с… Ну, вы нашли редкие запросы с помощью World2Vec в себе в задании. Нет, ну, это понятно, да. То есть когда мы ищем синонимы, это на самом деле значит, что мы не хотим матчить вот именно латентные вектора, мы хотим матчить оригинальные вектора. То есть мы хотим вернуться вот к той самой модели, просто из World2Vec мы хотим достать, соответственно, какую-то доп. информацию. Это как бы да, но это другое. А вот вот так вот, если сразу взять вот эти представления, которые у нас есть из World2Vec, имбидинги для слов, и, соответственно, попытаться их для поиска союза. Норм будет? Ну, если слово вообще незнакомое, то непонятно, какой имбидинг. Непонятно, да. Роман прав. Мне кажется, что с совершенно неоднокомыми терминами будет плохо работать. Ну, точнее, как работать не будет, да. Не, ну, как бы окей, да. Все верно. Действительно, у нас в модели World2Vec не предполагается никакого наличия какой-то информации для слов, которых мы, собственно, ни разу не видели, для которых никакого имбидинга не выучено. И это косяк номер раз. Ну, хорошо, даже несмотря на него, какие еще косяки есть? Ну, он вроде как очевидный. Он из названия World2Vec следует. То, что World2Vec, они... Про продукты Vec мы сейчас поговорим, товарищи. Коллокации не учитывают и все такое. Коллокации не учитывают. Ну, тут, знаете, да? А их надо учитывать. Ну, еще зимней, да. Ну, типа, есть усыщенное решение из двух слов, которые... Ну, окей. Отлично. Ну, на самом деле вопрос-то, как бы, в целом такой достаточно, словно говоря, на поверхность. Смотрите. Сейчас, да, имбидинг слово сопоставляется вне зависимости от того. Не, ну, слово, оно уже как бы... То есть имбидинг для слова, оно как раз и есть какое-то представление контекстов этого слова. Да, но... Ну, это контексты в среднем, на самом деле, надо понимать, да? Не учитываем. Контексты, оно конкретно запросов. Не учитываем, да. Это, безусловно, ну, как бы это недостаток, но смотрите, вот, когда мы пытаемся, соответственно, вот эту штуку, вот у нас есть имбидинг для слова, и мы хотим его, типа, заюзать для поиска. Поиск у нас, блин, состоит из запроса. Запрос — это как бы ни одно слово. А документ, так это вообще, это как бы дофига слов в общем случае. И вопрос заключается в том, ну, хорошо, вот у нас есть, типа, векторное представление для каждого слова запроса. Есть векторное представление для каждого слова документа. А матчить-то как? Ну, вы говорили про сиамские сети, нужно обучить. Сейчас, сейчас, ладно, ладно, до сиамских сетей мы дойдем. Вот вы на уровне Word2Vega хотя бы. Вот сейчас вопрос-то про него. То есть то, что сиамские сети могут всякое, это мы еще увидим. Ну, все равно нужно как-то считать скалярное произведение и считать расстояние между документом и запросом. Да, ну, просто вот как это сделать? Вопрос, вот у нас есть, допустим, у нас есть пять слов запроса. Для них есть, соответственно, пять векторов. Для каждого слова запроса свой вектор, Word2Vega. И у нас есть документ из 50 слов. То есть там 50 этих представлений, векторов. Имбедингов для слов. Ну, понятно. Тут пять, тут 50. Как их смачить? Взвешенную сумму. Сейчас. Это круто, да, но нам же нужно для запроса и для документа получить один вектор. А у нас их как бы в одном случае пять, в другом случае 50. Нам что-то надо их как-то… Ну, да, да, да. Каждый вектор искать в 50? Каждый вектор искать в 50? Это, слушайте, это, конечно… Да, это не… Это вот только не в продакшн. Это можно, конечно… В домашку, наверное… В домашку, наверное… Не, ну, видите, у Сергея такой фундаментальный подход. Он у него же там кластер на Амазоне, он же там научился уже как надо. Не, ну, вот смотрите, кто-то из вас же делал вордвек для домашки? Кто-то же пытался что-то там делать или нет? Ну, я синонимы не делаю. А, вы делали синонимы? То есть никто не пытался непосредственно косинус между запросом и документом с помощью вордвека посчитать? Ну, просто прописали в долг, а это не очень, а сам не очень. Не, не, это понятно. Но вот даже если у вас есть уже представление для запроса и для документа. Вот. То есть на самом деле самое очевидное, что люди обычно начинают делать, это усреднять просто представление для запроса и для документа. То есть складывать просто, ну, и делить на количество. Ну, слова уважают на ИГР. Ну, это такое. То есть кто-то умножает, кто-то не умножает на самом деле. Тут же, вот я говорю, умножать на IDF, это не всегда хорошо, потому что IDF, он такой, он как бы, все зависит от того, по какому корпусу вы этот IDF посчитали. То есть в одном случае он может быть нормальный, а если вы его считали по корейскому спаму, он как бы будет не торт. Мне кажется, если усреднять эти вектора, то получится очень чувствительно к количеству параметров, то есть к длине вектора. Если у нас будет слишком мало этих параметров, то, скажем, по одному из них там будет разделение не на две зоны, а на несколько, которые сильно различаются семантически. Если честно, я вот ваш высокий полет мысли на самом деле не до конца понял. Ну, ладно, давайте это в перерыве тогда обсудим, что вы имели в виду. Я на самом деле про что? То есть вот усреднение, оно точно работает плохо. То есть усреднять ворту веки – это как бы зло. Это, соответственно, так делать не нужно. Плюс нужно понимать такую вещь, что ворту век, ворту веку рознь. То есть хорошо, когда вот вы берете какой-то уже готовый ворту век, когда кто-то умный типа за вас его уже подготовил, типа обучил, и там предполагается, что все хорошо, что там все работает. Но на самом деле вот в реальной жизни, если вы ворту век учите, например, там на десяти документах, нужно понимать, что тот имбединг, который вы там из него выучите, это будет фигня полная. То есть таким пользоваться нельзя будет. И, соответственно, ну, то есть если вы реально не обучили это на каком-то большом серьезном корпусе, то, скорее всего, ворту век у вас получится фиговый. Ну и да, тут еще последний пункт, что типа для текстов переменного размера, собственно, не очень понятно, как вот получать какое-то фиксированное представление в терминах ворту век. То есть как это все усреднять или там сопоставлять. То есть это вот открытый вопрос, потому что учим тому представление для отдельных слов, а всю фразу, как представить, не говоря уже о полном документе, это, конечно, не очень понятно с помощью ворту века, как их сделать. Да, так, теперь, соответственно, давайте про чуть-чуть новые вещи поговорим. Ну вот, соответственно, как сделать из ворту века докту век. Словно говоря, вот перед нами стоит задача. Мы научились учить имбеддинги для каких-то слов отдельных. Но мы поняли, что это в общем случае как бы не спасает нас, особенно в задаче поиска. То есть для каких-то таких интересных штук, как поиск синонимов, например, это как бы можно применять. А вот для непосредственного использования в поиске, наверное, нет. Вот. Соответственно, неплохо было бы научиться учить имбеддинги не только для каких-то отдельных слов, но и, соответственно, для фраз и документов целиком. То есть и вот как раз докту века, он занимается тем, что преобразует текст произвольной длины в какой-то вот вектор фиксированного размера, который вы типа обозначите. Ну и, соответственно, есть по традиции, поскольку автор у нас тот же самый данного творения, предлагается сразу две вариации, как это можно делать. Ну типа на выбор, если первая не понравилась, то можно типа заюзнуть вторую. Значит, чего это за такие, за модельки? Значит, первая называется distributed memory, чтобы это не значило, сейчас про это поговорим. А вторая — это distributed back of words. То есть если у вас, значит, нету модели что-нибудь про back of words, это, ну в общем, оно не может иметь суффикс to-vec. То есть у нас был word to-vec, там был continuous back of words. Тут у нас doc to-vec будет distributed back of words. Отлично. Давайте начнем с первой модели, которая называется distributed memory. В чем смысл у нее? Значит, идея заключается в следующем. Ну поскольку у нас типа автор тот же самый, правда, идея, которая будет лежать вот в этом подходе, она крайне похожа на то, что мы делали в continuous back of words в word to-vec. То есть в continuous back of words в word to-vec мы пытались по контексту предсказать слово, которое, соответственно, находится там, ну, условно говоря, в середине нашего фрагмента текста. Вот, соответственно, теперь вместо того, чтобы учить отдельный embedding для каждого слова, мы дополнительно еще будем параллельно с этим учить представление для всего фрагмента текста целиком. То есть, условно говоря, что у нас получается? Мы пытаемся, соответственно, из контекста предсказать слово. Что мы делаем? Мы, соответственно, имеем вот такую вот типа нейросеть. То есть для каждого, ну, то есть каждое слово у нас мапится в какой-то embedding. Дальше поверх этой штуки делается конкатенация. Дальше, соответственно, по этой конкатенации предсказывается, ну, через тот же самый softmax предсказывается искомое слово. Дополнительно еще, дополнительно, у нас здесь находится вот векторное представление для всего фрагмента текста целиком. Причем этот фрагмент текста, он может быть отдельным предложением, он может быть параграфом, он может быть целиком документом. Это как бы вот в этом случае у нас никакого ограничения нет. Мы бежим скользящим окном по тексту и, соответственно, занимаемся тем, что по контексту предсказываем слово. Но, условно говоря, вот эта вот штука, весь кусок текста, который мы рассматриваем, весь параграф, у нас на протяжении всего вот этого пробега скользящего окна по фрагменту текста, нас интересующему, у нас, соответственно, это представление одно и то же. То есть слова меняются, вот это вот представление векторное для куска текста остается. Понятно, да, что происходит? Ну, то есть очень, на самом деле, похоже на то, что мы делали там, только дополнительно в процессе обучения, когда мы бежим скользящим окном, у нас сбоку торчит еще вот этот самый векторное представление для всего фрагмента текста. Ну и, соответственно, бэкпробом это все дело учим. Это моделька номер раз. Вторая моделька, она вообще халявная. Значит, в чем ее идея? Идея заключается в том, чтобы, используя отдельный вот этот самый векторное представление для фрагмента текста, пытаться, собственно, из него, то есть из этого фрагмента текста предсказать слово какое-то конкретное, которое, соответственно, в этом фрагменте текста находится. То есть на самом деле, что мы делаем? Мы пытаемся, то есть бежим по тексту опять, и на каждом шаге сэмплируем из нашего фрагмента текста какое-то слово. И вот это вот слово, соответственно, на каждой итерации пытаемся предсказать при помощи нашего этого векторного представления всего фрагмента текста. Ну то есть модель вообще очень тупая, как бы сильно проще, чем то, что мы видели до этого. Вот, называется distributed back of words. Автор этой статьи, он в основном все эффективность вот этих вот методов, выучивание векторных представлений для фрагментов текста, он рассматривает на задачи сентимент-анализа. Кто знает, кто такой сентимент-анализ? Опачки, а вы откуда знаете, что такое сентимент-анализ? А что, у всех остальных не было, у вас было? А, все остальные руку не поднимают. Окей. Ну, я знаю, что это такое, но с чем это едят и как реализовывать, не очень. Ну, смотрите, условно говоря, задача достаточно такая, простая. У вас, допустим, есть какая-нибудь там торговая марка или еще что-нибудь, и вы хотите, условно говоря, понять, как люди к среднему к ней относятся. То есть вы там, например, анализируете их там посты в соцсетях, там еще что-то, какое-то упоминание, например, в новостях, там в СМИ, и пытаясь есть понятие. То есть это как бы негативное упоминание, то есть люди как бы ругают этот бренд или люди наоборот там типа хвалят этот бренд. Условно говоря, вот такая вот задача. Если в среднем, то да, это просто. А если нужно определить по конкретному посту, то это не нужно? Нет, по конкретному посту обычно так редко делают. То есть, условно говоря, именно задача в среднем понять, good не good. Ну, условно говоря, вот товарищ Миколов, он, соответственно, эффективность вот этих вот своих методов рассматривал как раз на задачи сентимент-анализа. И, собственно, вот в этих статьях показано, что типа использование вот этих вот векторных представлений, обученных при помощи докту века, оно типа работает в большинстве задач, которые, ну, которые вот являются классикой для сентимент-анализа, типа не хуже, чем там вот классические алгоритмы из той области. Вот. Но нас-то на самом деле что интересует? Нас на самом деле интересует то, каким образом мы эту штуку можем типа для поиска применить. Вот смотрите, вот теперь вы знаете, как учить имбеддинги для всего фрагмента текста. Ну, вы на самом деле и раньше это знали. Да, но теперь вы знаете, это типа с курса информационного поиска. Отлично. Как это применить для поиска? Как? Можно вопрос? Давайте. Да, а пара в матрице, потому что это просто вектор со всеми словами или это в матрице? Не, 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 это именно вектор со словами. Ну, как? Это имбеддинг для нашего фрагмента текста. Имбеддинг? А, нет. А, в принципе, владельцы тоже со словами. Ну, смысл в том, что да, да, конечно. Да, да, да. Ну, все зависит от того, как мы с вами действуем. Типа, если мы учим для всего документа имбеддинг, да, он один. А если мы, соответственно, например, для каждого предложения ищем свой имбеддинг, ну, понятно, да? Тогда, соответственно, у нас их много. Ну, то есть все зависит от того, насколько, от гранулярности того, как мы попилим наш текст. Не, 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 ну, в общем, смысл в том, что, как бы, здесь находится именно имбеддинг для того фрагмента текста, с которым мы сейчас работаем. Нет, ну, это же латентный вектор, который обучен с помощью бэкпропа вот в такую вот типа нейросети. Нет, это же вход. Нет, это не вход. Снизу же вход или… Ну, вот Z, G, C — это типа вход, а классифария — это выход или нет? Сейчас, ну, безусловно, да. Нам надо предсказать вот это слово, используя в качестве входов вот эти вот вектора. Да. Ну, соответственно, вот у нас вот здесь вот, вот это вот имбеддинги, а вот тут вот конкатенация идет вот этих имбеддингов. Да. Вот. Нет, а вот параграф ID — это просто такой же вектор, как Z. Да, 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 да. А, еще можно сказать, почему это нейросети, а что за другое? Сейчас. Ну, если вы были на третьей моей лекции, мы с вами там говорили о том, что Word2Vec можно, на самом деле, рассматривать как матрицу, как матричную факторизацию, матрицы взаимной информации между словами и контекстом, в котором они употребляются. мы там даже это доказывали. Да, ну, это нервная сеть. Я выбрал именно логику. Еще раз. Ну, это такая типа убогая нейронная сеть. Можете ее так считать. Потому что те нейронные сети, которые мы будем рассматривать сегодня, они уже более продвинутые, скажем так. Так, окей. Все-таки у нас остается вопрос. Как эту замечательную конструкцию теперь нам прикрепить к поиску? Ну, смотрите, мы с вами поговорили, да, что вот все было плохо у нас. Мы знали имбеддинги для отдельных слов и никак не могли вот замачивать запросы документов, в котором, значит, было разное количество слов. И мы сказали, что вот усреднять их просто плохо, а ничего более интеллектуального мы там типа сделать не можем. Ну, мне кажется, что просто берем имбеддинг-запросы, имбеддинг-документы целиком и скатываем. Даже обнимаем. Имбеддинг. Во-во-во-во-во. Вот очень-очень-очень-очень правильное замечание. Ведь смотрите, что происходит-то на самом деле. Вот, хорошо. Когда мы с вами учили соответственно имбеддинги для слов, вот вы очень правильно сказали, что что нам делать, если у нас типа нет такого слова в словаре. А, собственно, чем отличается вот эта вот штука от нашей той же самой ситуации? То есть понимаете, да, что как бы вероятность встретить одно слово и вероятность встретить типа два слова подряд. То есть вероятность встретить два слова подряд, она меньше, чем вероятность встретить одно слово. Трис? Конечно, да, 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 конечно. вот да то есть на самом деле очень правильное замечание есть что по большому счету у нас для редких для редких запросов у нас не будет вот этого самого имбидинга мы не сможем его напрямую заюзать мы не сможем например там типа ну допустим у нас есть имбидинги для наших документов которые есть в базе допустим мы их заранее построили а для запросов у нас их нету то есть если пришел новый запрос то все как бы до свидания сейчас онлайн построить имбидинг для запроса ну типа вот по такой же логике как мы делаем тут ну это вообще говоря обучение нехро сети при помощи бэк пропа вы предлагаете это делать в онлайне ну то есть в принципе то наверно можно конечно попробовать можно вот то есть кажется что это какая-то утопия в общем случае то есть на самом деле вот напрямую конечно вот эти вот все методы они так или иначе на поиск то не ложатся то есть они не не решают ту задачу которую нам нужно то есть мы их не можем взять и просто прикрутить к поисковику так чего вы еще знаете про то как можно соответственно строить всякие представления для слов для документов для текстов то есть на самом деле на курсе нейросетей вам должны были рассказывать про семантик хэшинг кто помнит что кофе тимасин семантик хэшинг и в чем там смысл ну если вспомнить с чем смысл то и тут будет понятно это что-то типа автоискодера только он из нескольких слоев и вероятность и здесь обученная модель она работает таким образом что мы меняем один бит из эмбидинга ну то есть в терминах то есть мы получаем похожие документы в терминах расстояния хеминга ног то есть да действительно как бы вы знаете про такую штуку как глубокий автоэнкодер который учился при помощи последовательно последовательного предобучения пачки рбм вот и дальше соответственно потом при помощи бэкпропа дофантюнивался и вы получали соответственно вот те самые эмбидинги бинарные для ну то есть для для документов я думаю что вы должны были говорить именно про отдельные документы такую штуку для поиска можно применять я бы задался вопросом а какова емкость вот этой сети и соотносится ли она с теми десятью миллиардами документов которые у нас есть в индексе ну и сколько у нас нужно будет этих эмбидингов грубо говоря и сетки запоминать и соответственно сколько времени нам нужно эти рбм учитель сейчас как бы вы сейчас говорите про технические аспекты вопрос как бы ну то есть челлендж как бы в том чтобы обучить именно нейронную сеть на большом количестве данных ну смотрите на самом деле как бы обучить нейронную сеть на большом количестве данных это сделать вполне себе можно особенно если мы знаем про такую штуку штуку как large scale machine learning про который у нас будет одна из последних лекций на дата майнинге и мы как раз с вами поговорим как это можно делать то есть как как это все дело параллелить и так далее на кластере вот но а тем тем не менее формально как бы вот эта штука она уже представляет из себя вполне себе рабочий вариант то есть если мы соответственно при помощи нейросети можем обучить какой-то имбидинг скажем так который позволяет нам вполне себе качественно выделять какие-то тематики ну то есть понимать про что был тот или иной документ то по большому счету нам ничего не мешает эту же логику например применить для запросов и дальше соответственно матчить косинусные расстояния между вектором представления запроса и документа то есть и это на самом деле один из тех методов который у нас пойдет сейчас в качестве бейзлайна для того что мы будем рассматривать дальше окей запомнили теперь поговорим про такую штуку как методы основанные на машинном переводе еще до того как нейронные сети они ставили что называется трендом то есть году условно говоря в 2011 вот соответственно товарищи из microsoft research они предложили следующую следующую идею точнее давайте сначала в принципе поговорим немножко про статистический машинный перевод значит что это такое я вам так на пальцах типа расскажу дальше мы с вами подумаем как вот эту логику можно применить для поиска значит идея заключается в следующем нам нужен большой корпус параллельных текстов для того чтобы работать со статистическим машинным переводом то есть задача статистического машинного перевода всем ясно или вот стоит объяснить ее поподробнее в общем смысл в чем мы хотим на самом деле научиться из одного языка переводить в другой язык ну вот типа google translate хотим свой злок джека то есть ну понятно дело мы не хотим это делать при помощи десяти миллионов китайцев мы хотим это делать там при помощи желательно пары десятков серверов вот вопрос как нам сделать автоматическую систему которая бы переводила с одного языка в другой соответственно нам нужно сначала набор параллельных текстов что такое параллельный текст параллельный текст это текст с одним и тем же смысловым содержанием но он написан на разных языках ну типа ну не знаю берем страницу википедии там на русском на английском языке там типа одна и та же бодяга написано то есть кто-то кто-то взял просто передал статью там на другой язык обычно мы знаем с какого на какое все передирается вот но смысл как бы остается тем же самым то есть вот имеем мы собственно параллельные тексты то есть тексты в которых написано одна и та же информация на разных языках дальше соответственно мы эти тексты выравниваем по предложению то есть мы дальше делаем следующую вещь мы каждому предложению сопоставляем его аналог на другом языке а дальше соответственно мы считаем статистику на тему того как собственно какое-то конкретное слово там типа какой у него аналог типа в другом языке но это условно говоря на пальце вот дальше когда у нас есть такая статистика собранная мы можем уже построить какую-то модель перевода то есть условно говоря указать правило на основании которого используя эту статистику мы будем считать что данное слово там типа ну в таком-то контексте должно переводиться вот в такой-то его аналог на другом языке на самом деле нужно понимать что до там плюс минус недавнего времени все как бы машинные переводчики они работали вот именно по такой логике ну они на самом деле часто работают по такой логике только теперь там скажем так меньше стало ручной работы больше стало обучение обучение нейросетей вот соответственно пример параллельных текстов ну то есть один и тот же один и тот же текст просто записан на разных языках ну и соответственно каждое продолжение она имеет свое соответствие на другом языке дальше соответственно в общем случае перед нами стоит задача выровнять эти тексты то есть действительно найти те предложения которые у нас сопоставляются непосредственно друг другу то есть там где содержится одна и та же информация но только на другом языке то есть есть очевидно кейсы где мы можем это сделать однозначно и просто а есть очевидно кейсы где такой однозначности нету и нам приходится сопоставлять как-то более интеллектуально вот эти штуки там что-то приходится склеивать там и так далее то есть это на самом деле не является тривиальной задачей там есть целая пачка методов как это делать но тем не менее там методы статистически статистического машинного перевода они развивались в принципе тоже достаточно давно и там есть много наработок поэтому но словно говоря поверим ребятам на слово что они так умеют делать короче выравнивать предложение окей дальше соответственно начинается следующее вот зная непосредственно вероятность как одно слово переводится в другое слово на другом языке то есть вероятность то есть у нас на вход подается слово мы соответственно для этого слова знаем из параллельных текстов все варианты его перевода на другие языки на другой язык ну с определенными вероятностями то есть ну типа вот есть у нас вот такое вероятностное распределение как слово например вот house переводится в типа house там home и так далее билдинг на английском языке вот имея вот такую чудесную замечательную информацию как мы это можем прикрутить к поиску роман вот вы слишком прям линейными знаете надо женская логика должна выйти вот правильно все скажите громко синонимы то есть на самом деле вот как бы та проблема которую мы решали мы решали проблему того что как нам блин сопоставить одно слово которое человек там написал в запросе одним способом с информацией которая по смыслу является то же самое в документе но как бы письменное написание вот эта информация но и она другое как же нам вот это вот самое дело смачить вот как бы статистический машинный перевод нам такой фреймворк дает то есть на самом деле вместо вот этого четкого матчинга слова в слово то есть пересечение у нас теперь есть вероятности мы можем соответственно считать не точно а вот как бы с вероятностями это все дело это отличный вопрос от нет 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 конечно нет нет не 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 роман конечно нет фишка в том но мы же с вами эти как продвинутые разработчики поисковых систем мы же с вами как бы не такие простые парни откуда взять параллельные тексты для для поиска чтобы обучить такие модели кто готов кто готов предложить новости берите круче павел жжет ну корпуса для текста в википедии чем не корпус для текста википедии учится не на безусловно да там нет ну то есть в общем случае если вам нужны параллельные корпуса не не какие-то там рафинирован вам нужны параллельные корпуса например вот как они есть в жизни там в интернетах то это на самом деле там сайты которые имеют там ну какие-то эти разноязычные страницы ну там не знаю сайты банков каких-то крупных там сайты страховых компаний международных то есть там где у них есть странички там можно выбрать там российский флажочек там американский флажочек вот такие берешь там соответствующие странички выкачиваешь вот тебе эти параллельные тексты все круто так все-таки отвечая на вопрос где нам взять параллельные параллельные тексты для поиска так и чё кто субтитры а их откуда здесь сейчас параллельные тек а 5 документов и их рассматриваю окей я понял посмотрите у нас задача такая у нас из запроса надо в документ переводить они из документов документ отлично отлично роман вот вы уже близки в общем да в общем основную идею вы ловили действительно надо на самом деле смотреть во первых на наш поиск во вторых надо смотреть на пользовательское поведение на нашем поиске соответственно чего на самом деле предлагает вот этот вот товарищ гао из microsoft research в 2010 году товарищ гао предлагает учить соответственно униграмную очень не уникрана пословную переводную модель на параллельных текстов но в качестве параллельных текстов он предлагает брать следующий он предлагает брать в качестве параллельных текстов запрос и title документов которым был клик пользователя то есть условно говоря мы считаем параллельным текстом запрос и title документа в который пользователь кликнул вот то есть вот на основании таких вот обучающих данных мы строим переводную модель пословную ну и соответственно теперь у нас есть фактически вот такие вероятности того что как бы когда пользователь вводят слова запроса в поисковую строку он на самом деле имеет не только как бы непосредственно вот то слово которое он написал но еще вот такие 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 то варианты ну то есть те слова которые на самом деле содержатся еще дополнительно в тайтле документ ну смотрите тут как бы это открытый вопрос то есть это можно использовать как два разных фактора например матчинг типа с этим с тайтлом то есть насколько у нас запрос мальчится с тайтлом и отдельно насколько у нас запрос мальчится с ним но на самом деле нужно понимать что вообще говоря процесс построения с ним то вы же знаете как с ним это делается конечно не знаете когда мне кто-то отвечает зашел вышел короче понятно в общем на самом деле нужно понимать что сниппет он запроса зависит то есть не 5 показываются хиты то есть те слова которые на самом деле в запросе содержались но и соответственно пользователи как раз кликают в те самые слова которые вы им подсвечиваете что это вот те слова которые соответственно пользователь сам запросов вводил ну то есть в общем случае наверно не очень правильно в конечном итоге мачить запрос со сниппетом который на самом деле получен по этому запросу но но если у нас большой скажем литературное произведение войны мир берите сразу конкретный герой вот он есть в этой главе если мы будем говорить что вот у нас война и мир но это как-то непонятно если нам нужно про какого-нибудь платона каратаева то вот это сниппетит окей ладно в общем как бы идея ясна да то есть мы делаем непосредственно переводную модель пословную в качестве обучающих параллельных текстов используем как бы тайтлы тайтлы документов которые пользователи кликнули и соответственно запросы пользователей вот наш параллельный текст ну очевидным как бы развитием этой логики может стать не пословная модель а фразовая модель которая уже очевидно будет искать соответствие не только между отдельными словами но и на уровне фраз то есть опять же это в статистическом машинном переводе люди умеют делать там как бы есть под это математический аппарат есть модельки в общем можно непосредственно взять за юзер есть такая штука которая называется blue метрика можем в перерыве про это поговорить если интересно окей окей да ну здесь вот есть некоторые результаты на тему того как раз насколько хорошо работает вот эта самая переводная модель так вот если я правильно помню значит лучше результаты показывает вот эта штука это как раз for translation model и вот эта штука это которая вот фразовая ну и здесь видно что да типа на том сете которым они проводят это сравнение как бы вот эта вот модель которая уже обучена на кликовых данных по факту то есть на соответствии между типа запросом пользователя и тайтл документа она позволяет вот там типа скор в терминах ndcg ну поднять относительно простого tf и df ну здесь вот это ум это униграммная языковая модель ну которая по факту почти тот же самый tf и df и этот plsa ну это тот же самый lsa только вероятностный ну мы отдельно об этом с вами поговорим на этом на лекции по тематическому моделированию на датамайнинге вот то есть это на самом деле метод который вполне себе работает то есть если вы обладаете достаточным количеством кликовых данных вы можете их использовать в качестве обучающих примеров для того чтобы на редких запросах потом понимать как вам матчить запросы и документ ну в частности тут тайтл документ давайте ответим на такой вопрос вот чего мы хотели добиться когда пытались сделать какой-нибудь имбидинг из нашего документа или из нашего запроса или из отдельных слов какую цель мы перед собой ставили семантику выучить да отлично каких терминах мы это хотели сделать то есть то есть какую семантику мы хотели выучить что мы считали как бы критерием семантики ну в каких терминах он видите там на всех досках написано да все верно мы пытались это делать в терминах косинусного расстояния и теперь как бы наша мега идея заключается в том что а давайте будем такой бидинг учить нейросетью почему нет то есть мы с вами уже немножко говорили то есть тут в этих перерывах на тему того как как надо учить им бидинги и чего мы хотим чего мы хотим добиться в итоге основная как бы идея и основной мотив заключается в том что как бы вот даже если от поиска непосредственно абстрагироваться есть такой как бы общий инструмент для решения задач когда вам нужно осуществить какой-нибудь типа метрик лернинг ну условно говоря у вас есть какая-то метрика и у вас есть какого-то разного рода объекты то есть это могут быть например не только там запросы документов это могут быть в общем случае не знаю картинка и текст вот опять же например картинка и запрос почему нет то есть вот поиск по картинкам вы хотите делать то есть это на самом деле может быть любой любые два типа объектов но вы хотите для этих двух типов объектов выучить такое преобразование которое на выходе в терминах вашей метрики даст соответственно ну нужный эффект то есть если мы говорим про поиск и говорим про косинусное расстояние то в терминах как бы кликов то есть мы будем хорошо предсказывать вероятность клика на документ по запросу вот или соответственно если этого клика не будет то наоборот предсказывать как бы ну маленькую вероятность наш косинус там тоже должен быть для таких ситуаций маленький вот общий инструмент как бы когда вам нужно что-то смачить там друг с другом называется сиамские сети сиамские нейронные сети то есть здесь у нас соответственно есть какой-то структурированный объект номер один есть структурированный объект номер два еще раз повторю что это могут быть совсем как бы объектора разной природы вот здесь может там в общем случае там музыкальная запись быть там и чего угодно короче неважно важно то что вы делаете какое-то нелинейное преобразование дальше получаете одно скрытое представление второе скрытое представление и эти оба скрытых представления подаете на вход вашей метрики ну то есть это может быть там косинусное расстояние это может быть что-то другое там а мы съедом не знаю вот в общем все что захотите можете сюда затолкать ну единственная как бы единственный критерий должен быть в том что поскольку это нейросеть вы должны уметь брать производную по этой штуке производную брать не умеете типа тоже привет как бы то есть это не полетит такая ракета теперь соответственно давайте займемся тем что пытаемся прикрутить такую сиамскую сеть непосредственно для нашего поиска опять же то есть в терминах запросов и документов до которые мы рассматривали что мы можем делать можем соответственно учить имбединг для ну а вход подавать с одной стороны запрос с другой стороны документ и случае как бы клика мы должны считать это как бы положительной парой то есть мы должны выучивать такие имбеддинге которые бы давали косинус близкий к единице в тех случаях где на исторических данных мы видим что клик был или если клика не было мы должны как бы наоборот предсказывать типа типа 0 так вопрос если клика не было то это не значит что его не могло бы быть может быть пользователь уже нашел документ удовлетворился а следующий который тоже подошел бы он уже клик не стал сейчас но тут такое на самом деле смотрите такое вполне может быть да но то есть вы же во первых можете учить там какую-нибудь lost и папа рвайса например то есть если в терминах ранжирование говорить вот то есть вы можете просто знать что один документ лучше другого по этому запросу то есть такая информация тоже бывает полезно зачастую но но вообще да то есть вы правы что на самом деле если у вас не было клика поэтому запрос ну по этому документу то что этот документ плохой в общем случае такое нельзя говорить то есть вы можете на самом деле зная что вы показали например 10 результатов и клики были например там не знаю во второй и в пятой вы можете в среднем считать что 2 5 лучше чем там все остальные вы можете такой авристикой пользоваться то есть вы не говорите что там все остальные тоже полный трэш то есть вы можете например все остальные считать лучше чем все не показанное например то есть вы можете такой авристикой пользоваться но соответственно вы не можете в общем случае там ну конечно говорит что все что было не кликнуто но все плохое Поэтому как бы еще клики, их обычно агрегируют за какой-то длительный промежуток времени. Так, чтобы было понятно, что все-таки кликнут туда или не кликнут. Потому что если смотреть одну сессию пользователя, где был один клик, там действительно непонятно. То есть обладает таким количеством кликовой статистики, никакие выводы сделать нельзя. Если вы возьмете там эти все сессии и сагрегируете за какой-то приличный промежуток времени, то там, соответственно, все-таки как бы распределение кликов пользователей в те результаты, которые вы показали, в принципе, оно в целом будет совпадать с интересами пользователей по такой выдаче. Поэтому, ну в среднем, опять же, и опять же ваших пользователей. То есть тех пользователей, которые вами пользуются. Поэтому тут, конечно, есть ряд нюансов. Ну, то есть рассуждения могут быть какими-то такими. Опять же возвращаемся к нашему товарищу Гао в его светлый, замечательный 2010 год. И посмотрим, как, собственно, вообще развивалась вот эта вот идея с тем, что на самом деле учить имбединг на какой-то, на каких-то данных. То есть вот раньше то, чем мы занимались, то есть тот же док-ту-век, тот же word-ту-век, тот же сематинг-хэшинг, это все были unsupervised модели. То есть мы пытались там выучить какие-то хорошие признаки просто из там, из контекстов, в которых упоминаются слова там и так далее. Но теперь на самом деле мы хотим учить имбединги, которые бы отражали бы реальную действительность, чтобы они занимались тем, чтобы предсказывали там, ну не знаю, релевантность документа или клик в документ. В общем, какие-то такие вещи. И первая модель, на самом деле, которая является очень простой, и которая эксплуатирует эту идею, она как раз предлагает учить линейный имбединг, так как фактически мы делали это в LSA, то есть у нас будет линейное преобразование над нашими входами, только с учетом того, что теперь мы это все дело будем учить на PR-вай слоссе для кликов и не кликов. То есть мы возьмем, опять же, из нашей выдачи те документы, которые были кликнуты по запросам, те документы, которые были показаны. Дальше, соответственно, выучим линейную проекцию какой-то меньшей размерности, которая, соответственно, будет как раз давать нам требуемый имбединг. То есть это просто линейная проекция, нужно понимать, но обученная уже на кликовых данных с использованием PR-вай слосс. Понятно? То есть здесь какого-нибудь сложного нет. Во! Да. Вот эту штуку? Да. Ну, у вас же есть вот тут вот вход, который на самом деле общий, их узел, который как раз космос на расстоянии. Вот. Ну, соответственно, выход у вас один вот здесь вот. То есть это… Ну, конечно, да. То есть у вас входом является вот этот вот самый… Ну, то есть отсюда ошибка вот как бы вот сюда вот так вот распадается. А что там распадается? Вот это? Ну, тут написано hidden representation. Ну, что это вообще? Ну, это… Ну, как бы это латентный вектор. То есть здесь преобразование… Как нет? Подождите. Ну, вот смотрите. Вот, допустим, у вас здесь есть текст. Ну, конечно. Она делает серию нелинейных преобразований. В результате вот здесь вот у вас получается какой-то имбединг. Вектор фиксированного размера. Какой-то компактный, который… Нет, конечно, ничего не делаем, мы просто академируем, грубо говоря, да? Нет, вот здесь вот мы считаем между вот этим представлением и вот этим представлением косинус. Да, ну тут написано handcrafted metric, короче. То есть это может быть не просто косинус, это может быть что-то другое, как бы другая метрика. МСЕ, там, не знаю, еще чего хотите сюда подставить. Ну, в наших терминах это косинус, да? Да. Ну, мы на самом деле этот вопрос уже обсуждали, почему именно косинус. Ну, то, что там угол, а почему так? Потому что это быстро. Ну, да, во-первых, то есть основной лейтмотив был, когда мы это обсуждали для векторных вот этих вот моделей, когда говорили про TF и IDF, что нам выгодно считать косинус, потому что нам нужно брать только ненулевое пересечение слов. Кстати, вопрос такой про косинус как раз, а в TF и IDF, когда мы косинус считаем, мы считаем его классическим способом, то есть знаменателем мы делим на произведение нормы, это двух лекторов или в TF и IDF так не надо? Ну, в TF и IDF по факту так делать не надо, да. То есть там мы это не делаем, но… То есть условно говоря, мы от косинуса оставляем скалярное произведение. Ну, смотрите, ну то есть… Ну как нормировать? Условно говоря, вы можете там эту нормировку не проводить. Ну то есть… Нет, ничего не работает, тогда как-то проводить. Сейчас, еще раз. Если вы считаете TF и IDF, у вас ничего не работает, это как? Если не нормировать TF и IDF, то произведение, то, конечно, там просто условно получается, хорошо. Сейчас, еще раз. Если не нормировать TF и IDF… На что вы… Хорошо, на что вы хотите нормировать TF и IDF? На количество слов, например. На количество слов зачем? Зачем вам нормировать на количество слов в рамках одного запроса? У вас всегда количество слов в рамках одного запроса одно и то же. Вам ранжирование, вы же по одному запросу только делаете. Вы же там с другими запросами не сравниваете. Зачем вам там делить на количество слов? Вам не нужно сравнивать эту чиселку там с чиселками по другим запросам. Значит, 13-й год. Все тот же товарищ Гао, все тот же Microsoft Research. Его азиатское подразделение. Значит, соответственно, предложена моделька, которая призвана как раз выучивать тот самый имбеддинг в терминах косинусного расстояния только с определенными, скажем так, свойствами, с определенными ограничениями. То есть это не чистая сиамская сеть, которую мы видели до этого. А это по факту, скажем так, сетка, которая учит одновременно имбеддинг один и тот же и для документа, и для, соответственно, запроса. В чем идея состоит? Значит, на входе у нас есть слова, ну, с одной стороны слова запроса, с другой стороны слова документов. Здесь вот сеть рассматривается в следующем виде. Вот у нас есть векторное представление запроса в виде мешка слов. Дальше у нас идут векторные представления n штук документов, опять же, в виде мешка слов. Причем размерность вот эта вот, в которой мы работаем, оригинальная размерность на уровне слов, у нас является 500 тысяч. То есть выбрано 500 тысяч как бы наиболее каких-то употребительных слов. Ну, там выброшены всякие там стоп-слова, вот эта всякая глупость. Ну и, соответственно, вот построенные для запроса и для документов вот такие вот векторные представления. Понятно, да? Дальше, соответственно, что ребята предлагают? Ребята предлагают дальше сделать dimension reduction. Dimension reduction, причем очень простым и simple методом. В чем суть здесь состоит? Они говорят, что давайте мы вот из мешка слов перейдем теперь в мешок 3 грамм. То есть сделаем, соответственно, будем рассматривать слова не на уровне, как бы вот слов отдельно, а на уровне 3 грамм. Во-первых, что это дает? Это, во-первых, дает сразу сильное понижение размерности. То есть мы из мешка в 500 тысяч слов получаем, соответственно, мешок в 30 тысяч 3 грамм. Но кроме этого, кроме вот этого преимущества, да, то, что мы сильно понизили сразу размерность и, соответственно, сложность задачи. Какое еще преимущество есть при переходе от, соответственно, от слов к каким-то по символенным граммам? Ну, в данном случае 3 грамма. М? Нет. У нас же по-прежнему мешок слов. То есть смотрите, что мы сделали. Мы взяли, соответственно, вот он, ну, там, не знаю, фото голые скачать, да. Вот мы, соответственно, взяли вот эту штуку, разбили на 3 граммы. Вот. И по-прежнему у нас осталось там, типа, набор каких-то 3 грамм. То есть у нас стало не 3 слова, да, там, а там, ну, не знаю, там 10-3 грамм. И дальше, соответственно, мы их все равно положили как бы в мешок 3 грамм. То есть мы никак не учитываем порядок. Такое на самом деле. Ну, то есть я бы не сказал, что пропадают опечатки, ошибки. Там другой эффект наблюдается. Окей, я понял. Да, преимущество такое есть. Ладно. На самом деле основная фишка заключается в том, что вот мы сегодня уже неоднократно об этом говорили. Незнакомые слова. Вот когда мы работаем с незнакомыми словами вот тут вот, то есть нужно понимать, что на самом деле у нас происходит косяк, потому что мы на самом деле не попадаем вот в это вот самое представление в 500к. Ну, например, у нас какое-то слово, которое выпадает за 500к, мы его как бы вообще, получается, не рассматриваем. А когда мы переходим на уровень 3 грамм, ну, любое слово можно попилить на 3 грамм. И все как бы, ну, то есть и, соответственно, у нас на самом деле даже для тех слов, которые мы впервые встречаем, получается, что мы можем что-то про них сказать. Как бы при этом никогда их, ну, в статистике не видя в обучающих примерах. То есть это как бы повышает генерализацию. Это хорошо. Окей. Дальше, соответственно, что они делают? Они делают аж 3, по-моему, слоя, если я не ошибаюсь. Типа 3 нелинейных слоя full-connected над вот этим слоем из 3 грамм, из мешка 3 грамм. Вот. И дальше, соответственно, матчат вот в этом месте. Что они матчат? Они матчат косинус между представлением 120-мерным запроса и представлением 128-мерным документа. То есть и на выходе получают, типа, вероятность клика в соответствующий документ по запросу. То есть вот их сколько документов, столько штук. Типа вот такая вот нейронная сеть. Они проводят, типа, некоторый анализ, по которому говорят, что происходит, вообще сколько там коллизий происходит, насколько вообще такая штука, она, скажем так, ну, реальная и работающая. То есть вот, условно говоря, если мы работаем на уровне бигра, то есть если мы пары символов только рассматриваем, то тогда у нас получается на 500 тысяч слов вот такое вот количество, ну, там, порядка, там, 1200 коллизий. Если мы работаем на уровне 3 грамм, то получаем там на 500 тысяч слов всего, там, типа, 22 коллизии. Ну, как бы не очень много в общем случае. Вот. Учить они предлагают следующим образом. Вот у нас есть, соответственно, косинусы для между словами, между представлениями запроса и документа. Дальше мы что делаем? Мы при помощи Softmax считаем, типа, вероятность клика в документ по соответствующему запросу. И дальше оптимизируем вот такой вот, типа, логарифм правдоподобия. Ну, точнее, минимизируем минус логарифм правдоподобия, где у нас вот это вот D+, это как раз те документы, в которые приходились пользовательские клики. То есть мы хотим подобрать веса модели таким образом, чтобы в терминах косинусного расстояния предсказывать как раз клик в те результаты, в которых, как бы, действительно клик произошел. Типа, вот такая схема. Ну, да, здесь, здесь по факту это некоторый другой слайд. И в общем случае он показывает, ну, типа, как там, что происходит на самом деле в процессе обучения. То есть, условно говоря, когда мы вот учим вот эту вот самую метрику, тот самый косинус, про который мы говорим, то есть на каждой итерации по факту что получается? Что косинус между теми документами, в которые, как бы, клик произошел, он, соответственно, становится ближе к единице. Чем больше примеров мы пропускаем через него, соответственно, остальные примеры, которые не кликнуты по данному запросу. Наоборот, косинус между этими примерами становится меньше. Ну и, соответственно, вот мы пытаемся в одном случае, как бы, чтобы эти вектора совпадали, в другом случае, наоборот, чтобы они как можно сильнее расходились. При этом, как бы, количество документов, с которыми эти ребята экспериментировали, там что-то, по-моему, порядка пяти негативных. То есть они, ну, представляете, да, у нас есть, условно говоря, выдача. Выдача там состоит, ну, в общем случае, если мы берем только десятку, которая показана пользователю, это 10 документов, но на самом деле обычно берут еще какую-то часть, которую пользователю была не показана. Ну, типа из серии, чтобы можно было как-то 7-супервайст обучиться, чтобы вот эти вот все примеры, которые у нас, типа, в топ не попали, но которые в среднем мы знаем, что, как бы, ну, хуже, чем то, что находится в топе, чтобы мы их тоже учитывали при обучении. Вот. Соответственно, мы на каждой итерации формируем, ну, условно говоря, там один положительный пример и, допустим, там пять негативных примеров. Ну и вот таким вот образом, типа, учим нашу нейронную сеть при помощи, там, классического обратного распространения ошибки. Каких результатов им, типа, удалось добиться? Ну, вот смотрите, короче, что получилось. Значит, вот тот результат, который вышел. Он вот тут обозначен, типа, жирным. Самый крутой. Это, соответственно, сравнение с классическими моделями, которые, там, типа, TF-IDF, BM25. Причем забавно, что BM25 дал результат хуже, чем TF-IDF. Ну, в общем, как бы, такие ситуации тоже бывают. Дальше LSA, да? Потом Deep Autoencoder, который, типа, семантик хешинг. Дальше переводная модель. Вот это вот. И вот эти вот все варианты, это на самом деле как раз варианты вот с этой моделью, с DSSM. Ну, то есть там в одном случае, где-то мы использовали линейные активации, где-то мы использовали нелинейные активации. В общем, самый хороший результат, он получился, типа, с нелинейными активациями, где мы еще брали какое-то, ну, значительное количество негативных сэмплов. То есть там было отдельное сравнение, типа, для маленького количества, когда мы, по-моему, брали, там, типа, 5 негативных сэмплов. Бывало, было сравнение еще с ситуацией, когда мы брали, по-моему, там, порядка 20 этих негативных сэмплов. То есть, условно говоря, чем, в общем-то, больше примеров для обучения, тем лучше. Вот. Ну, и, как бы, вот итоговый результат. То есть можете оценить разницу между вот этой вот моделью, например, ну, и вот этой вот моделью. То есть, как бы, прогресс достаточно значительный. Вот. При этом на что еще стоит обратить внимание? Вот посмотрите на вот эти вот штуки, которые LSA, PLSA и Deep Autoencoder. То есть это, на самом деле, те модели, которые получены при помощи Unsupervist обучения. То есть, на самом деле, видно, что они, по большому счету, от TF-IDF, то есть они даже в данном случае TF-IDF проигрывают. То есть имбиддинги, которые получены на Unsupervist обучении, они, в общем случае, ну, вообще говоря, не торт получаются. То есть имбиддинги, которые получены при помощи обучения, они, соответственно, вполне себе прикольно себя показывают. Причем, на самом деле, вот результаты, которые дают вот эти вот переводные модели, они тоже достаточно неплохи. Ну, то есть видно, что они показывают прям, ну, второй результат за ADS-SM. Ну, здесь вот отдельно идет вот это Word Translation Model, который пословный перевод, и вот это вот фразовый перевод. То есть видно, что вполне себе, то есть превосходство вот этих вот моделей над классикой TF-IDF и BM-25. Так. А, ну да. Это я немножко украл этих слайдов с хабра-хабра, с индексовой статьи про то, как они запускали DSSM у себя. Вот. И у них, соответственно, они использовали, типа, не просто представления, отдельные представления для, ну, вот именно как слова. То есть мешок, не просто мешок слова брали, они, соответственно, еще дополнительно брали словарные биграммы, брали слова и буквенные триграммы. Ну, то есть на самом деле вот классический DSSM, да, он вот это подставить вот сюда и обучить. А вот этого нет вообще. А у них как бы это все стекнуто. Ну, и, соответственно, некоторые примеры на тему того, как вот работают классические модели, да, по каким-то запросам. И что выдает нейросетевая модель. Как она на самом деле сглаживает вот эти самые ситуации, когда у нас нету явного матчинга между словами запроса и словами документа, но зато у нас есть вот какая-то, скажем так, неявная связь, семантическая связь, связь на уровне смысла. Ну, видно на самом деле, что вот как бы то, что касается четкого соответствия, да, у нас в принципе матчинг, ну, по большому счету вот, что дает BM25, что дает нейронная сеть, ну, как бы разницы, ну, по большому счету нет. Как бы матчится все хорошо. Ну, это как бы и так очевидно. А вот там, где начинаются как бы вопросы и проблемы, да, то есть там, где слов запроса нету непосредственно в теле документа. То есть обычная классическая BM25 модель, она там типа выдает нули. Ну, понятное дело, почему. А нейронная модель, она как бы наоборот нормально с этой ситуацией справляется и, соответственно, сглаживает вот эти самые предсказания. Ну да, здесь, соответственно, вот еще некоторые, некоторые кейсы на эту же тему. Причем прикольно, что на самом деле, то есть, видите, они на всех этих, на всех слайдах приводят примеры, что типа мы не просто так сгладили, что теперь вместо нуля тут выдается просто какой-то не ноль. А условно говоря, если действительно там что-то нерелевантное, оно как бы, ну, то есть и нейронной моделью тоже будет предсказываться как нерелевантно. То есть там будет, конечно, число какое-то отличное от нуля, но в целом достаточно маленькое. То есть типа сигналу норм. Окей, соответственно, как мы сегодня уже неоднократно говорили, модель мешка слов, она ущербна тем, что она не учитывает порядок. И вот когда мы, соответственно, занимались тем, что там учили тот же самый Word2Vec, когда мы, соответственно, сейчас рассматривали DSSM, мы говорили, что да, вот модель мешка слов, да, вот мы учим какой-то имбединг, который там типа в среднем описывает слово. И это как бы имбединг этого слова, он от контекста, от конкретного ни разу не зависит. И в этом, ну, как бы, в этом, как бы, очевидно, есть недостаток модели. Поэтому, поэтому, соответственно, у нас есть сверточный DSSM, который был предложен в 2014 году небезызвестным товарищем Гао из все того же Microsoft Research, соответственно, в чем здесь логика и в чем отличие от той модели, которую мы видели на прошлом слайде. Ну, как бы, судя из названия, мы, соответственно, куда-то сейчас будем добавлять сверточные слои. Что предлагается делать? Предлагается в самом начале запроса документ побить сначала на, грубо говоря, на какие-то N-граммы. Ну, в общем случае они, по-моему, в статье берут 3-граммы. То есть они берут 3-граммы слов и, соответственно, из исходного вектора запросов и исходных документов, то есть они, соответственно, это все нарезают на вот такие вот фрагменты по 3-слова. Дальше, соответственно, они эти фрагменты по 3-слова складывают в качестве мешка слов в 3-граммы. То есть вот уже по-символные 3-граммы. То есть вот мы 3-граммы, которые у нас были пословные, соответственно, мы сложили в представление 3-грамм по-символные. То есть видно их тут, тут уже их стало как бы сильно-сильно больше. Типа, ну как, в 3 раза больше на самом деле, поскольку мы тут брали по 3-слова, то, соответственно, у нас получилось, что мы теперь имеем 3-граммные представления типа в 90 тысяч. Дальше, соответственно, по вот этим вот 3-граммным представлениям мы делаем свертку. Все понимают, как сделать свертку по тексту? Девушки понимают. Роман? Ну, наверное, взять текст, как-то его по машинному переводу разбить на части. Роман уже специалист по машинному переводу. Да, относятся друг с другом. Не, ну смотрите, нет, там же все не так. Ну, то есть, как мы делаем обычную свертку в нейросетях? Помните же? Ну, да. Ну, вот, соответственно, вы просто делали… Подбегаемся. Да, да, да. Ну, то есть у нас когда… Вот эти вот представления, которые у нас тут есть, это же на самом деле… То есть каждая 3-грамма, она представляется типа вектором 90… Ну, сколько там, в данном случае 90-тысячном вектором, соответственно. Вот. То есть и каждая из них… Ну, то есть мы получаем вот такую вот матрицу, по факту. Ну и дальше мы, собственно, по этой матрице бегаем свертками. Так, соответственно, после того, как мы проделали операцию свертки, дальше у нас торчит MaxPulling. MaxPulling торчит для чего? MaxPulling торчит для того, чтобы из каждого предложения, которое у нас есть в документе, ну или из запроса, выделить какие-то, скажем так, ключевые слова, ключевые фразы, которые будут характеризовать основной смысл, который несет данное предложение или там запрос. Вот. И после операции MaxPulling мы получаем, соответственно, семантический вектор, опять же, размерности типа 128, и его используем уже непосредственно для того, чтобы матчить запросы документов. Типа вот таким вот образом в DSSM вставляется свертка, и это позволяет, типа, учитывать контекст слов, которые встречаются в запросе и документах, и это, соответственно, дает дополнительный профит. Ну вот, типа, товарищи по традиции проводят полное сравнение различных методов. Соответственно, вместе со своим предлагаемым. Ну и, соответственно, показывают, что в целом то, что они предложили, оно как бы работает и работает типа лучше, чем все, что было до них. Ну, условно говоря, проводят они все эти эксперименты на логах бинга, кликовых логах бинга, которые есть. Ну, то есть и модели учат, и NDCG считают, понятное дело, в терминах той разметки, которая у них там есть. В общем, в чем смысл? Основные позиции, на которые здесь стоит обратить внимание, это, собственно, сравнение с предыдущей моделью, которая DSSM. То есть те результаты, которые нас здесь интересуют, это 14 и 15, и сравниваемся вот с этими двумя. Вот это вот, это пословная модель перевода, это фразовая модель перевода. Опять же, ну, то есть это те наши бейзлайны, про которые мы сегодня говорили. Eason Supervised, смотрим на BM25, вот это Unigram Language Model, почти то же самое, что TF-IDF. Вот эти вот PLSA, это мы, ну, это тот же самый LSA, только вероятностный. Об этом мы на этом, на тематическом моделировании поговорим. И LDA, один из методов тематического моделирования, который тоже, про который тоже будем на DataMining говорить. В общем, и в чем смысл на самом деле? Смысл в том, что, ну, как бы показано, что вот эти вот методы, во-первых, то, что касается DSSM, сверточного DSSM, они типа работают лучше всех. Понятное дело, сверточный работает лучше, чем обычный DSSM, и, соответственно, они оба работают лучше, чем вот эти вот модели перевода, которые пословные и фразовые. Кроме того, вот обратите внимание на разницу, да, которая получается у нас. Вот эти вот модели, то есть видно, что разница между классическим, там, BM25 и TF-IDF, ну, довольно драматически отличаются от вот этих методов по показателям. При этом то, что касается эмбиддингов, да, LDA и PLSA, они в целом показывают себя лучше, чем вот эти вот методы, которые просто BM25 и, ну, типа TF-IDF. То есть вот в этом сравнении уже как бы продемонстрировано то, что даже он супервайст-эмбиддинг, он работает лучше, чем типа обычный пословный матчинг. Вот. Ну и, соответственно, тут есть еще отдельно, они выписали статистическую достоверность. Ну, то есть, условно говоря, вот рассматривается типа сколько тут. Вот эти вот, значит, модели, они рассматриваются в качестве бейзлайнов и показано то, что типа сверточный DSSM со статистической достоверностью он превосходит все бейзлайны. Ну, собственно, все. Продолжение следует...